Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава Евангелия от Матфея. Я читаю свой перевод для библейского портала экзегет и даю небольшие комментарии. Девятая глава у нас закончилась фразой «Иисус, урожай обили на работников мало, так что молите господину урожая, пусть пошлет еще работников собирать этот урожай». А кто эти работники-то будут? Вот Десятая нам рассказывает. Он, Иисус, призвал двенадцать своих учеников, очевидно, из большего количества, и дал им власть изгонять нечистых духов, то, что он делает сам, и об этом только что мы читали, исцелять всякую болезнь и недуг, то же самое, вот как бы их полномочия. Он передает полномочия, между прочим, одно из очень важных умений, которое не всем начальникам свойств, но умение делегировать полномочия. Вот именно этих двенадцатых апостолов. Первый Симон, получивший имя Петр, имя Петр – это скала, камень, очевидно, указывает на его твердость. Его брат Андрей, затем Иаков, сын Заведей, его брат Иван. Интересно, что идут пары братьев, и, кстати, призвание именно этих четверых апостолов описано более подробно у Матфея. Вот какая-то семейность в этом есть, да? Вот они, в принципе, все братья, но начинается с тех, кто братья еще и по крови, кто росли вместе. Филипп, Варфоломий, Фома, сборщик под Тим Матфей, но он был упомянут тоже отдельно, это автор этого Евангелия. Иаков, сын Алфея, много людей с одинаковыми именами. Иаков уже был сын Заведей, да, вот это сын Алфея. Фаддей, Симон Ханани. Ханани – это, судя по всему, указание на то, что он был большим патриотом, возможно, таким, знаете ли, членом националистической группировки, но современным языком выражаясь, которая боролась с римскими захватчиками. Иуда Искариот, который его и предал. Значение прозвища Искариот мы, честно сказать, не знаем. Самое убедительное, что это еврейское Ишкириот, название селения Кириот, вот он из этого селения происходит. Почему его надо упоминать? Ну, с этим прозвищем, потому что Фаддей вообще-то не имя, Фаддей – это уже прозвище, и вот у Лукио назван Иудой. То есть там два Иуда, два Иакова. Ну, нормально, имена повторяются, и сегодня в большой компании, скорее всего, будут люди с одинаковыми именами. Двенадцать апостолов Иисус отправил на проповедь с таким наставлением. А вот дальше интересно. Он говорит, вы помните его основная проповедь еще до Нагорной проповеди? Приблизилось царство Божие, покайтесь. И здесь сначала, казалось бы, внешние формы этой проповеди, как будто содержание и так понятно. И внешние формы странные. Не ступайте по дороге язычников. А Галилея, она же, в общем, такая полуязыческая область, то есть там есть языческие прям совсем селения. И в город Самаритян не входите. Самаритяне или самаряне, это довольно большая область, она между Иудеей и Галилеей находится, и там народ, который не очень дружелюбен к Иудеям. То есть пока не ходите к чужим. А идите лучше к потерянным овцам из дома Израиля, то есть к Иудеям. Идите и возвещайте им, что царство небес уже близко. Вот, наконец, основная мысль его проповеди. И тут же исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте бесов. Что получили даром, то даром и отдавайте. Ну, то есть это способность, значит, не делайте это своим коммерческим предприятием. А при чем здесь исцеляйте больных, воскрешайте мертвых? А вот царство небес уже близко, мы говорили о том, что идет речь не о территории, не о государстве, не об общественном строе, а о управлении неба на земле. Как бы небо спускается на землю, и земная жизнь строится по законам неба. А значит, те, кто болен, исцеляются, те, кто бесноват, избавляются от беснования, и даже те, кто мертв, воскресают. Потому что небо здесь. И вот эти исцеления, это и есть форма проповеди. Так-то ходить и говорить можно что угодно. А вот действие убеждает людей, что это правда, что оно действительно здесь, и значит, надо что-то менять. И дальше странное. Не носите ни золота, ни серебра, ни меди в своих поясах. Ну, то есть в кошельке не берите сегодня, мы сказали, ни кредитных карточек, ни дебетовых, ни наличных, ни валюты, ни чеков. А как путешествовать? В дороге же траты всегда есть. Не берите в дорогу ни сумки, без багажа, ни сменной рубахи или обуви. А как, если обувь порвется, рубаха пропотеет? Конечно же, надо взять что-то сменное. Но кто же из нас в далекий путь собирается вот без денег, без ничего? Вот как вышел из дома, так очень безрассудно. Не посоха, а посоха это же, они пешком ходят, облегчение в дороге. Ведь всякому работнику полагается содержание. О как. А нельзя ли уточнить? А где нам будут выдавать паек? А поскольку? А нам хватит? А вот не волнуйтесь, говорит он им. Вы будете трудиться? Значит, вам дадут, где надо, сколько надо, когда надо. Смотрите, человек, который вот рассчитывает, я очень люблю обстоятельно собираться, путешествия, да, чтобы всего хватило, чтобы никаких неожиданностей, чтобы все было там запасное, да. Вот он сам контролирует. А он им говорит, а вы идите, и вы ничего не контролируете. Вот вы полностью доверяетесь. Вера – главная тема этой проповеди. И если человек полагается на свои деньги, имущество, даже вот буквально на свою рубашку запасную, всегда есть во что переодеться, да, то он не полагается тем самым на Бога, он не доверяет ему во всем. А вот проповедь Царства Божия, Царства Небесного, это проповедь, которая выражается в том числе в крайнем доверии Богу. Я не знаю даже, где обедать сегодня буду и чем. Но я знаю, что Бог меня не оставит. И дальше, когда войдете в некий город или селение, разузнаете, кто там человек достойный, оставайтесь у него, пока не уйдете оттуда. То есть не выбираете, где у вас там всякий там букинг, Airbnb, забронировать себе там хороший номер, да. Нет, ничего этого нет. Вот просто, ну, понятно, что бывают всякие места, но вот первый попавшийся достойный человек, входя в его дом, пожелаете мира. Ну, вообще-то, обычное еврейское приветствие, шалом, да, здравствуйте. Ну, мир буквально означает. «И если дом того достоин, ваше пожелание сбудется на нем, а если не достоин, оно вернется к вам самим». «Желайте мира всем, хуже не будет». А там Господь разберет, кому это пожелание ваше исполнить, а в каком случае вам его вернуть, да. То есть, опять-таки, полное доверие. Не то, что присматриваются фарисеев наверняка, а это достойно, или вот как они тут живут, вот может быть у них там что-то не так, и мы не будем им желать мира, потому что они грешники, не надо, Господь разберет. «А если кто не примет вас, тоже ведь может быть, и не станет слушать ваших слов, то при выходе из того дома или города отряхните пыль со своих подошвы». А что это означает? Символический жест. «Я ничего отсюда не беру, даже пыли не выношу. Я ничего с вами не имею общего». «Аминь, говорю вам, стране Содома и Гоморра в день сюда достанется меньше, чем этому городу». Содома и Гоморра – это города, которые были уничтожены Богом за такую сугубую развращенность их жителей. Итак, я отправляю вас словно овец в стаи волков. Спасибо большое, вот то, о чем мы мечтали. Нет бы нам сказать «в охотников в стаи волков» или «тиграми в стаи волков» и «волков всех порвете», потому что вы тигры, вы еще лучше. «Нет, овец в стаи волков». То есть на съедение – да. Вот уже так начинаешь сомневаться, стоит ли. «Будьте же мудры, как змей, и невинны, как голубя». Тоже интересное сочетание. Но бывает, что человек мудрый, но циничный, хитрый, злобный. Бывает так, что человек невинный, но как дитя, честное слово. Ничего не понимают из-за этого глупости делают. А вот сочетание того и другого сразу. И опытности, и мудрости, и невинности, и простоты. «Людей, истерегайтесь. Вас поведут в суды, в синагогах вас будут бичевать. Опять-таки спасибо большое. Вас отведут к правителям и царям. И все это ради меня, чтобы выслушали свидетельства сами они и все народы». То есть он сразу говорит, вообще-то все будет довольно плохо. А они идут. Что они в нем увидели? Что они увидели такого в этой своей миссии? Им с собой ничего не дают. Им говорят, вот всяко будет, но вообще-то все для вас кончится довольно плохо. И даже когда вас поведут на суды к правителям и царям, это тоже форма свидетельства. Это не... Я не обещаю, говорит им Иисус, что все будет прямо замечательно, да? Обещаю скорее обратно. Но вы будете свидетелями. Значит, это должно перевесить. Наверное, у них... У многих возникли вопросы. «Вас отведут к правителям и царям все это ради меня, чтобы выслушали свидетельства сами они и все народы. А когда вас будут хватать, не забудьте, что вам говорить. Будет вам дано в тот час, что сказать. Говорить будете не вы, а дух отца вашего будет говорить через вас». Опять-таки, если вы мудрые и невинные одновременно, да, то вы просто настраиваетесь на какую-то волну, и оно само происходит. Отец, дух его говорит через вас. Так же, как вы не берете денег или сменные рубашки, да, точно так же вы не готовите слов, проповеди. Но скорее ваша жизнь, вот как ходит Иисус, исцеляет, изгоняет бесов, и это проповедь. Так живут они вот в этом всем среди волков, и это проповедь. «Брат предаст смерти брата и отец свое дитя. Тогда дети восстанут против родителей и убьют их». Ничего себе результат проповеди. «Все будут вас ненавидеть за мое имя, но кто устоит до конца, будет спасен». Вот проповедь не становится средством примирения. Мы очень хотим, чтобы все было хорошо. А тут начинается разделение, а тут начинается провокация. Вот что-то, что обнажает природу человека. Сами исцеления обнажают. Кто-то радостно прославляет Бога, потому что его исцелили, а кто-то говорит Иисусу, что он, собственно говоря, глава злых духов, потому что он исцеляет не по моим вот этого человека представлениям. Вот у меня есть правило, как надо исцелять, а он их нарушает. Что за безобразие? Вот даже это разделяет людей, порождает вражду. Свет, когда рассеивает тьму, то тьма, не всегда уж так легко уходит. Но кто устоит до конца, будет спасен. И когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Вот просто бегите. Аминь, говорю вам, не успеете обойти всех израильских городов, прежде чем придет Сын Человеческий. Так, а вот здесь подробнее. То есть второе пришествие состоится прежде, чем они обойдут все израильские города. Я не говорю остальные, да, города земного шара. Так что же, это не состоялось. Или они до сих пор еще все не обошли. Или, как часто утверждают Иисус, здесь придерживается такой скорой эсхатологии, да, то есть считает, что все очень скоро произойдет. Вы знаете, вот здесь некоторая загадка. Мне кажется, что вот обходить израильские города, то есть свои города, да, ну вот для каждого свой народ, это его народ. Это такая задача для христиан на все время. Вот их до сих пор обходят. Мы не знаем, когда они будут обыдены. Да, ну и тут ответ на вопрос, а чего же нам так все плохо-то будет. Ученик не выше своего учителя и раб своего господина. Для ученика достаточно стать подобным учителем, а для раба подобным господином. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, Вильзевул – это одно из имен сатаны, искаженное название филистинского божества, в общем, сатана. Тем более это относится к его домочадцам. Вот они члены семьи господина своего. Так что не бойтесь их. Не бывает, чтобы сокрытое не стало однажды, чтобы тайное не стало известно. Что говорю вам в темноте, вы скажете при свете дня. Что сообщаю вам на ухо, провозгласитесь крыш. Ну, понятно, да, вот их задача транслировать, передавать то, что они поняли. А почему же Иисус сам не скажет это всем? Его не хватает, что ли, на все города? Да, но мне кажется невероятно важно, что вот это начинает распространяться. Что это не один человек, который проповедует, исцеляет, говорит, что-то все его слышат. А что это начало такого движения от одного к другому. Не бойтесь тех, кто убивает тело, а души убить не может. Бойтесь лучше того, кто и душу, и тело может погубить гиене, то есть бога, который может ввергнуть в адский пламень. За один ассари, это очень мелкая медная монета, 16-я часть динарии, за один ассари продаются два воробья, не так ли? Ни один из них не упадет на землю, вопреки воле вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так что не бойтесь, вы куда ценнее любых воробьев. Вот, смотрите, все будет плохо, но для Бога вы ценны. Так что не бойтесь, в конечном итоге все будет для вас хорошо. И дальше очень серьезное предупреждение. Кто признает меня перед людьми, того и я признаю своим предотцом моим небесным. А кто откажется от меня перед людьми, того и я откажусь предотцом моим небесным. Это не формальные требования какого-то вероисповедания, вот подпишите документик или там, я не знаю, принесите клятву верности и так далее. Наденьте какую-нибудь символику, встаньте в какой-нибудь строй моих последователей. А это вот личные отношения. Кто признает, того и я признаю. Вот как встречаются люди после долгой разлуки, узнают друг друга. А кто откажется от меня перед людьми, того и я откажусь предотцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести на землю мир. Я пришел не с миром, а с мечом. Я пришел, чтобы сын расстался с отцом, дочь с матерью, а невестка со свекровью, и каждому домашние стали врагами. Вот зачем же такое? А вот смотрите, создается некая новая семья. И эта новая семья может разорвать старые кровные, да, вот люди, которые живут вместе. Но, во-первых, мы знаем, что домашние часто друг другу враги, да, люди, живущие в одной семье, под одной крышей, нередко так враждуют, что прям, не дай бог. А вот здесь возникает какая-то новая семья. И об этом дальше. Кто любит отца или мать больше меня, тот меня не достоин. А кто любит сына или дочь больше меня, тот меня не достоин. Любой нормальный родитель скажет, как же можно кого-то любить больше, чем сына или дочь. А вот оказывается, его можно и нужно. Кто не берет креста, на котором его распнут, и не идет за мной следом, тот меня не достоин. Перед казнью распятием человека, приговоренного, заставляли нести поперечную перекладину к месту казни. То есть возьми, неси, признай, что тебя распнут на этой перекладине. Добровольно. Вот так. Кто сберег душу, тот ее погубит. А кто погубил ее ради меня, тот сбережет. Звучит такое немножко абсурдное высказывание. Кто потерял, тот нашел, кто нашел, тот потерял. Тем более душу. Слово душа может быть в двух смыслах. Жизнь и душа, как некоторая бессмертная составляющая личности. То есть, можно понять так, кто сберег свою жизнь, тот потерял свою бессмертную душу и наоборот. Но напрямую этого не сказано. Но, во всяком случае, вот такие приоритеты. Человек бывает, вот он бережется. Ой, только бы чего не вышло. Ой, вот я лучше не буду ни во что вмешиваться. И он теряет себя. И он живет чужой, заемной, выдуманной, вымоченной жизнью. Ведь так тоже бывает. Принявший вас принимает меня. А принявший меня принимает того, кто меня послал. Ну, то есть, отца. Принявший пророка ради его пророческого звания получит ту же награду, что и пророк. Пророк какой великий человек, да? Вот ты его просто принял. Сказал, да, ты пророк. И то же самое. Как просто. И принявший праведника за его праведность получит ту же награду, что и праведник. О, как здорово. Вот, допустим, я не праведник, я грешный человек. А что я могу сделать, чтобы Бог меня принял как праведника? Принять праведника. Как праведника. И все. И кто напоит чашей холодной воды, ну, самое простое, самое дешевое, что можно сделать, напоит чашей холодной воды одного из этих простых людей за то, что он мой ученик, аминь говорю вам, не утратит своей награды. Вот смотрите. Даже трудно это комментировать, настолько это поэтично и высоко. Вот с одной стороны отдай все, а с другой стороны все получи. Вот что значит быть его учеником. А не будет ли сомнений, вот они ошиблись ли мы, а может быть, что-то мы неправильно поняли, может, это не он. Будут, конечно, причем интересно, что их выскажет самый, казалось бы, великий человек, Иван Креститель, об этом в 11 главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok